Привет, я Игорь Торлецкий. А я Никита Двросский. Мы приветствуем вас в этом видео. Сейчас мы ответим на все вопросы. Или нет? Будем спорить? А ты за что искренне? Искренне? Ну, блин. Ну давай, я зиму люблю. Реально? Я продвигаю, лоббирую этот ответ. Зима. Да ты чисто подумал, что я выберу лето, и чтобы мне... Ну, чтобы у тебя были легкие аргументации. Мне кажется, лето легче защитить. Зима дерьмо. Да, лето. Мы за лето. Я за лето. Я за чай. Я кофе. Лох. Блин, мы с тобой вообще непримиримые враги. Да-да. Встретились в одном видео. Вот мы и знали, что мы враги. Мы до этого не знали. Вообще ничего нас не связывает вместе. Знали. Блин, как обидно. А почему ты... Ну, я... Кофе меня делает с будораженным. Мне вот не нравится. А тебе это нравится, да, наверное, в кофе? Ну, сам кофе я ненавижу. Я с молоком обожаю. И я ничего не чувствую, кроме просто вкуса. А в чае вообще ничего нет. А, то есть тебе молоко нравится, да? То есть чай с молоком... Блин, да. Блин, молочко люблю. Я никогда не любил кофе. Значит, ну мы тут не сойдемся никогда, я думаю. Но я кофе с утра могу выпить. И нормально будет. Да, если некий даже согласится с кофе, я поменяю ответ на чай. Хорошо. Надо держать концепцию врагов. Я вообще спорт ненавижу. Тут вообще что угодно можно говорить. Я люблю весь спорт. Футбол, хоккей, бадминтон. Мои все любимые. Я за футбол. Я... Футбол или хоккей, да? Я больше за футбол, потому что он меньше на спорт похож. В хоккее как будто гора... Хоккей зимой. А, зимой? Ну, а я зиму люблю. Все. То есть да, хоккей это спорт. То есть там нужно снаряжение до хрена... То есть надо реально много труда вложить, чтобы хоккеем заниматься. А футбол? Ну, это просто... Можно даже случайно стать футболистом. Во дворе, если мяч попал на тебе. В ноги. У меня собаки. У меня аллергия на кошек вот. Наверное, поэтому собаки. Я смотрел кошки против собак, и там собаки были положительными героями. Поэтому, мне кажется, собаки круче. А кошки всегда, да, плохие почему-то? А почему они больше на людей похожи? И поэтому мы их считаем плохими. Мы не принимаем это. А собаки похожи на тупых людей. Поэтому за них... Мы умнее, чем тупые люди. Такие, блин, мы за собак. На фоне собак мы лучше выглядим. Собаки это наши тупые друзья, да, чтобы мы лучше выглядим. А кошки ни туда, ни сюда. Кошки это наши хитрые друзья, да? А тупых мы любим больше, чем хитрых. Да, походу так. Все, разобрать. Что, мы за кого, получается? За тупых собак? За тупых собак. Тупые собаки вообще. Тупые собаки это как очень тупые люди. То есть умная собака это как тупой человек. А значит тупая собака это как очень тупой человек. Мы за собак. Пам. Ну я физика. Я химию как будто... У меня химия один из немногих предметов, по которым четверка была. А остальные? Пятерки. А, у меня тоже, кстати. А что было не так в химии, кстати? Там сложно начинается. Я в какой-то момент отпустил ее. А значит там, куда эти кольца рисовать надо, углерод. Я такой, да нет, это все. Ну в химии еще ничто на члена не было похоже. В отличие от физики. С абонитовой палочкой. Там все было похоже. Все похоже. В физике все похоже на член. Ну да, три молекулы правильно расположены. На этом и держались. Физика. Да, точно физика. О, ну мы вообще уже пошли... А в этом и суть этого видео, да? Да. Подружить нас в конце. Блин, ну это вообще грамотно. Ну у Тома Крик прикольный всегда был. Ну я за Тома, наверное. Потому что Джерри, он какой-то, он конечно нам американская пропаганда говорит, что он хороший. Но мне кажется, там все факты так подставлены, что... Да, мы не знаем, за что Том хотел убить Джерри. Да. Эта причина всегда была за кавычками. И Джерри, ну там... Он слишком вот этим. Мне не нравится. Он же всегда самодовольный. Там Тому было больно. Этот маленький крысеныш, он очень самодоволен радовался этим поражением Тома. Да. А он еще незаконно жил уже в этом доме. Да, и мне кажется, должна была быть последняя серия, где Джерри расплачивался за все содеянное. Джерри лох. Том. Лайк. Бог. Ну за снежным человеком не было слухов, что он насилует людей. Похищает и что-то в задницу им вставляет. В этом снежный человек нормальный мужик. В отличие от Инопланетян. В отличие от Руслана Белого. Мы не знаем, да, почему у Белого перестали расти волосы на голове. Может быть... Да, он пытается. Он пытается адаптироваться под людей. Типа, да, вот у меня есть тоже волосы, как у людей. Но мы не поверим ему. Так, снежный человек. Ну что, снежный человек, опять наша теория тупых. Снежный человек не особо умный, да? А, он больше на собаку похож? Ну, он похож на, ну, что-то обезьян или что-то какое-то... Непонятно. Он же всегда нету речи какой-то. Это связано с... В культуре насколько. А Инопланетяне, их минус главное, что они нас могут уничтожить. То есть, тоже, что, опять тупой снежный человек выбираем. Чем уничтожение Земли. Ну... Да? Возьму твою сторону. Давайте, снежный человек. У меня нет ни одного любимого фильма про Звездные войны, но... Я все равно люблю Звездные войны. Это вот, как вообще, нормально? Типа... Звездные мечи там есть, световые. В Властелине колец ничего прикольного нету, что оно дало бы новое что-то тебе. Что, эльфы? Эльфы есть еще где-то. Раздвоение личности. Ну, почитай, Билли, Миллигана. Там Гэндальф. Там целых... Там Горлом, у которого 23 личности, нахрен. А в Властелине колец всего 2. Ну, мне что, мне... Мне и то, и то в целом нравится. Но Звездные войны, я как будто большую шарю. Не-не, Звездные войны на 100%. Но там нет Гэндальфа. Кто в Звездных войнах Гэндальф? Мастерь Йода, да? О, Мастерь Йода, точно. Да, Звездные войны. Ну, я бы на всех языках в мире. Туда же входят животные. А язык даже животных не входит в мир? Мне кажется, животными не о чем поговорить. Они, ну, они же тупые. Это мы наделяем их теми свойствами, ну, какие хотим. Человеческие свойства им даем. Типа собаки преданы. Они не преданы, они просто тупые. Мы не захотим знать, о чем думают собаки на самом деле. То есть мы наделили их положительными качествами. Мы не захотим узнать, что наша собака... Да, это разочарование будет. Они такие, я хочу кушать, хочу писать. У них инстинкты, да. Надеюсь, я хоть правильно говорю. А то сейчас окажется, что собаки вообще все умеют. Разбираются в молекулярной... И тогда нам придется переотвечать на другой вопрос. Извиняться перед собаками. Ну, я выбираю с людьми побазарить, чем с животными. Блин, как ты быстро... Еще ты... А, не, сразу за это. Не, не, на себя... Мы же командой были. Я выбираю уже. А вдруг ты другое просто выбираешь? Я типа свой голос отдаю. А. Я не могу за тебя говорить. У нас теперь такая концепция, мы поголосуем. Ну, мы меняем концепцию. А я принимаю голос. Да. Люди лучше животных. Хватит. Я ненавижу фильмы вот эти, где люди про животных. Потому что там люди всегда тупые. Их специально... Там всегда бандиты в стадо алматинцев. В 101, да? Угу. Надо поправку сделать этого. Они тупые, и на фоне их далматинцы даже умными смотрятся. Все, люди. Мы за людей. Надо хвалить людей. Люди молодцы. Оскар? Так, а какие... Ну, блин. За какую премию больше дают, девчонки? У меня нет статистики. У меня... Ну, за Оскар, наверное, как будто больше тебе дает... Ну, Нобелевская, это надо что-то... Блин. За Нобелевскую слишком много мороки. Ты должен всю жизнь посвятить этому, чтобы одну награду получить. А Оскар ты можешь каждый год получать. Ммм. Зато вклад... Оскаром ты никакого вклада не делаешь. Никуда. А у Нобелевской, ты можешь открыть там что-нибудь, какое-то лекарство. А что, из начала трака, кому это надо? А есть еще премия мира, да, Оскар? О, не Оскар, Нобелевская премия мира. Там вообще как будто ничего не надо делать. Можно просто... Просто станет первой женщиной. Стать первой женщиной. Ну да, там же есть какие-то награды такие. Вот в Таймс. Лучшая женщина. Это женщина, которая просто что-то сказала. Утверждение, которое думали все женщины другие. Мы такие... Блин, чувствую, тебе придется извиняться перед женщиной. Оскар или... Блин, Нобелевскую не показывают, да, нигде? Я не знаю, как выглядит Нобелевская премия. Все зависит... Вот что ты больше ценишь? Вклад в людскую жизнь или... Внимание людей? Внимание. Я стендап-комик. А, да, блин. Я этот выбор сделал уже давным-давно. Значит, он быть умным, да. Ну, короче, Оскар, скорее всего, но... Я говорю, как Нобелевская премия выглядит, ты знаешь? Миллион долларов. А, просто бабки? Ну и в целом... А тут у тебя будет человечек крутой. Респект. Ну, давай, Оскар, ладно. Я просто чуть-чуть голос повысил, и... Надо было так все это время делать. Оскар! Теперь я нажимаю на это, воображаемую кнопку. Блин, ну, после СМИ... При жизни давайте будем. При жизни, да. Дальше это все... Это есть выбор какой-то. Это все ненадежно очень. Что мне, там какие-то люди? Я не знаю ни одного призрака, которым бы я восхищался. Так что... Я почти безголовый Ник. Он просто прикольный. Максимум. А Каспар? Тоже лоб, да? Не рушь мою защиту. Она была такой идеальной до этого. Не-не, при жизни. При жизни, да. Но и жить долго. Это не то, что при жизни, и ты живешь 12 лет. Это тоже отстой. Долгая 700-летняя жизнь, в течение которой ты великий. Ну, типа, на час и все, и закончится? Или, типа, вернуться? Блин, на год в детстве? Ну, я боюсь, что в детстве не понравится. Ты, типа, уже что-то... Что тебе указывают, идти кушать, еще уроки делать. Это с ума сойти, Марфин. Наоборот, многие взрослые скучают по тем временам. Но они не знают. Когда можно поспать спокойно. Они тупые, они не понимают. Они забыли все плохое, что там было, и поэтому думают, что там круто. А там, прикиньте, просто пришел чувак и тебе ремня дал. За то, что ты что-то плохо делал. Но не для всех это минус. А в старости? А вдруг у тебя в старости Альцгеймер? И ты попадешь в этот час, и ты забудешь об этом. И ты просто нигде не побывал в этом. Ты вернешься через час. Вернешься, тебя спросят, что это как там? Я не помню. В детстве хотя бы есть гарантия того, что ты будешь помнить этот ремень по заднице. Ну, я пока на детство. На детство? Да. Сейчас в старости. Ну, а круто в старости что-нибудь посмотреть, как ты живешь, и что-то исправить. Или там... А вдруг тебе понравится, как ты в старости кем-то стал? И ты все время будешь думать, что... Блин, мне теперь надо таким крутым стать. Тебе что-то будешь делать, будешь не справляться. В детстве, согласен. Ты еще узнаешь, что у тебя дети мудаками выросли, еще что-нибудь разочаруешься и покончишь с собой в молодости, и уже не быть стариком. В детство. Луи Си Кей. Си Кей, кстати, да. Тут Шапелла проповедник. Если бы ты спросил проповедника лучшего, я бы Шапелла назвал. А как комик? Ну, Си Кей прикольнее. Как комик, да. Тарантино. Тарантино? Да, Гай Ричи вообще как будто даже не близко. Антон Долин его недавно обосрал, поэтому... Да, я тоже принял его аргументы, кстати. Я как будто это чувствовал, и Долин озвучился. Блин, я полностью не смотрел. Я не смотрел ни одного фильма, а Гай Ричи, мне кажется. А, не смотрел. Но не те, которые... Ну, Большой Курш не смотрел? Нет. Джентльмены. Смотрел Шерлок Холмс. Шерлок Холмс, Шерлок Холмс, Игра Теней, Аладдин. Аладдин не смотрел. Ну, Тарантино, да, Тарантино точно. По-моему. И по Игоревому. Ну, у других боярли стирал. Кто я такой, чтобы решать за себя? Это слишком большая ответственность, я считаю, своим телом так распоряжаться. Другими могу стирать. Еще надо, наверное, что-то жесткое пережить, чтобы это постараться забыть. Это сотрешь себя, а потом опять повторишься. Людям. Стираем память людям. Да. Еще себе сотрешь и забудешь, что у тебя есть штука, о которой умеешь стирать память. И все. Себе. А, я забыл. Я стерл. Другим, другим мы хотим стирать. Все. Стираем другим. Накануне нет реально этой штуки. Мы не проиграем. Можем любое тебе сказать. Это ты сейчас думаешь, потом окажется, что мы все неправильно ответили. Хотя мы уже забыли начальный вопрос, да, поэтому мы уже проиграем. Мы стерли это воспоминание. Смотрите стендап каждое воскресенье. И выбирайте, что вам нравится больше, одно или другое. Живите своей жизнью. Думайте головой, там, что. Типа, матери позвоните. Ешьте правильно. Спите, сколько надо.